Всех витаю, дорогие мои друзья! Поздравляю вас с праздниками! Католиков поздравляю с Рождеством! И сегодня я готовлю шубу. На улице снег. И я решила сегодня никуда не ходить. Только что загрузила видео. И решила о такой уютной обстановке домашней сегодня с вами поговорить. Хочу такое видео снять. Несколько фактов о моей жизни. Неизвестных фактов о моей жизни. Вот сегодня что-то потянуло меня на откровенность. Расскажу вам один из фактов. Сейчас я делаю шубу. Сейчас расскажу сначала про шубу, которую я делаю. Начну делать и расскажу. Мы с Тамарой купили вот такую посуду. Она очень удобная для приготовления шубы. Потому что обычно или какие-то круглые донышки, например, вот такие. И тогда шубы мало получается, а сверху картошки много. Поэтому обязательно нужно было... Давно я искала такие тарелочки, чтобы были квадратненькие, чтобы было все равномерно. Все слои были равномерны. Поэтому вот вам покажу наше приобретение недавнее. Обычно я делала в каких-то железных таких судочках. А вот это мы купили, такие керамические красивые судочки. Вот так вот мелко нарезала, мелкими кубиками порезала лук. И сейчас равномерно расправляю по нашим таким красивым тарелочкам. После этого я наливаю на лукное масло. Чуть-чуть, буквально. Вы знаете, иногда вот так можно. А иногда я, когда спешила раньше, делала вот таким образом. Вот так вот смешивала. Ну, а потом уже равномерно вот так распределяла столовой ложкой. Вот таким образом. Все. А теперь уже на этот слой я вот так вот селедочки положу, покладу. Вот один из неизвестных факторов, что когда-то мы занимались приготовлением обедов на рынке. И продавали. У нас было много клиентов на нескольких рынков Киева центральных. И кормили людей. Людям очень нравилось, кстати, как мы готовим. До сих пор иногда идешь и встречаешь бывших клиентов. Они уже все как наши друзья. И когда они говорят, где вы, почему мы хотим опять попробовать ваше блюдо. И мне кажется, это самое лучшее признание, что, ну, как бы, что ты вкусно готовишь. Ну, я, конечно, не хвалюсь, но вот так вот, когда тебе люди через несколько лет вспоминают, что ты вкусно готовил, это очень приятно. И мы занимались и Тамара, и Света, и я, Камал, Олег, все занимались этой едой. Олежка еще у нас в школе учился, Азиз еще был совсем маленький. Надо было как-то выживать. Я работала на государственной работе в зеленстрое мастером. Ну, Тамара сказала, Люба, давай будем кормить как-то надо детей, давай будем готовить, кушать для людей на базаре. Вот мы готовили где-то, в основном у нас готовила, конечно, Света. Шеповаром у нас была Света. Она, бедная, ночами не спала. Вообще, может быть, час в сутки, если за все время брать, спала. А так она все время готовила, а утром уже мы с ней ехали на базар и продавали еду. Где-то в день мы готовили 7-8 блюд. Готовила Света, ну, где-то 5-6 Света готовила, а я готовила салаты. Ну, подготовительную работу, посуду мы мыли, все вместе, Тамара, я, готовили в судочках таких пластиков и разносили. Хлеб кусочками нарезали, уже готовые, как бы, и приходили на базар, спрашивали людей, что вы хотите. Вот сначала обходили с блокнотиками ручки, они говорили, допустим, мы сегодня хотим плов. Продукты у нас всегда были очень свежие, потому что мы покупали продукты на самых лучших базарах. Это Владимирский, кто знает, Владимирский базар. Мы уже знали людей, которые приезжали, все, они торговали на базаре. Мы уже знали, вот нам на базаре люди говорили, вот тот-то, очень, у него вкусное мясо, всегда свежайшее, он никогда не обманет. Вот мы с ним тогда заключали, как бы, договор, мы сны говорили, давайте мы у вас будем покупать мясо. Конечно, они у нас покупали еду, поэтому мы даже были уверены, что мясо у нас всегда хорошее, потому что кушали-то они сами. Вот, и свежать, вот только заколят, допустим, они в 4 утра, там, в 3 утра, ночь они там зарежут, все разделают, и говядина у нас была. Ну, это уже Света надо конкретно спросить, потому что я сейчас не помню. Вот, это все резалось, а на утро уже мы брали, вечером мы готовили из этого блюда, потому что мы переживали, чтобы люди не отравились, чтобы всегда все свежайшее. Поэтому мы еду брали все самое свежее. И вот на чем мы остановились. Продукты у нас были свежайшие, и шубу обязательно делала я. Я обязательно должна была попробовать, чтобы селедка была самая свежайшая, самая вкуснейшая, малосоленая, не сильно, чтобы соленая была. Поэтому и свежих продуктов, поэтому моя шуба всегда расходилась на ура. Ну, я их делала, может быть, порции 10-12. Конечно, это был очень тяжелый труд, очень. Я как только вспоминаю, для меня это было как каторга, потому что мы, например, я спала в день, может, 2-3 часа, сутки. А Света наша, и хотелось очень сильно спать. А Света наша вообще не спала, я не знаю, ну, час, может, полчаса. И так это длилось очень долго. Я не знаю, как Света бедно нас выдержала это все. Естественно, Тамара тоже 2-3 часа спала. И ночами мы лепили пельмени, шла подготовка, что-то чистили, что-то, допустим, картошку, там, тесто месили. То есть ночью шло. И где-то до, начиная с 3, потому что надо было людям уже все свежее давать. Поэтому где-то с часов 3 начинали, уже Света начинала готовить, все уже к 5 утра мы уже начинали, Света ставила уже на газ. И к 6 утра уже у нас было, ну, или там с 4 она ставила, то есть до 6 уже было у нас все готово. И в этот момент где-то с 4 до 5 мы спали. А так в основном, и то Света, я же говорю, час спала, может, не спала. Вот, и после этого где-то мы еще, после того, как мы это все готовили, я точно не помню, несколько лет мы это готовили. И после этого все время хотелось спать. И мы ночами, спишь, спишь, сутки, двое, трое, и все равно потом хотелось спать. Ну вот, готовили мы где-то блюд, если на масло наливало, не наливало, еще раз. Готовили мы, заболталось называется, готовили мы где-то порции 70, где-то так готовили. Иногда 80, ну, смотря, когда, когда как, и летом, и зимой, и осенью. Круглый год готовили, и людям очень нравилось. И все время прибавлялись, и прибавлялись у нас клиенты. Ну, я, вот, если мы в день где-то 7 видов блюд различных готовили, и я готовила салаты. После того, как мы свои порции раздавали людям, потом собирали посуду, потом ходили еще, закупались продуктами, или, допустим, утром придешь, приехал мясник, который быстро за час, за два распродает свои продукции. Мы обязательно у него заказывали столько-то мяса нам оставить, ну, чтобы на день было это. Или селедку, я знала уже, кто там должен был свежайшую селедку привезти. И пробовала, если... Потому что еда больше всего зависит от продуктов. Чем свежее продукты, тем вкуснее еда. Поэтому мясо, вот, когда только они зарезали ночью и утром привезли, ну, у нас не получалось лучше готовить, мы вечером начинали готовить. Вот это было очень вкусно. Вот это нравилось людям, вот, что оно было все свежее. И селедку, вот, и селедка, значит, селедку мы, когда я покупала, всегда пробовала. Даже я знала человека определенного, который я покупаю, но я всегда пробовала. Потому что один берешь раз-два, второй раз берешь третий раз, а на четвертый, может быть, привезти не той партии и оказаться невкусная селедка. Поэтому я всегда пробовала и брала самую лучшую. Я готовила классическим способом. Вот внизу подушка у меня лука, мелкими кубиками. Потому что, вы знаете, если, вот, представьте, 70 порций. Иногда было, что мы эту порцию, ну, кто-то, у кого-то не было денег, говорили на полпорции между собой, там, рядом сидят люди на базаре, между собой делятся, делились. И это не 80 человек. Тогда получалось у нас где-то человек 100, если по полпорции, там, 20 порций или там 30 порций на половину. То есть где-то 80-100 человек в день накормить. И понятно, что каждый раз, если ты что-то не так сделаешь, человек тебе сразу говорит. Это не то, что вот с экрана вы смотрите, можете написать, а этот человек попробовал, и он тебя видит вот так, и говорит, Люба, у тебя лук был крупно нарезан. Всё, значит, начинаешь мельче резать. Ну, другой говорит, ты сильно мелко нарезал, надо чуть крупнее. То есть всегда стараешься средней и кубиками. То же самое селёдку. Если я нарезала мелко, люди говорили, а мы не почувствовали селёдку. Значит, я нарезала средне. А крупно тоже некоторые не любят, когда крупно. Поэтому нужно было подстраиваться под людей. И, конечно же, они исправляют тебя. То есть если ты положил сегодня больше майонеза, если ты положил больше майонеза, ты сегодня масло положил. То есть и таким опытным путём я достигла того, что нравилось всем. И, естественно же, вот таким образом я готовила. И вот один из неизвестных фактов о том, что мы ходили на рынок и торговали едой. И вся семья, и Камал был, да, Камал тоже нам помогал. Уже Камал после школы приехал к нам. Тоже ему приходилось ходить с нами. Олег учился ещё в школе. Ну, после школы он нам помогал тоже продукты закупать, ещё что-то. То есть вот мы все очень тяжело работали. Но зато это нас закалило. Мы стали такие, знаете, особенно с едой. Мы очень много знаем тонкостей, как вкусно приготовить. Ну, я не знаю. Конечно, вот я раньше, раньше ещё же не было интернета. Ниоткуда было узнать. Это только придёшь и клиент тебе подскажет. Люба, а ты это положи, а ты то положи. Понятно, что таким образом вот начали готовить. Казалось, слишком много селёдки. Большой толстый слой селёдки. Немножко отложу ещё сюда. Я раньше думала, чем больше я... Селёдки у меня будут, тем вкуснее будет. Ничего подобного. Оказывается, селёдки, когда много, тоже невкусно. Поэтому нужно всё делать в меру. И селёдку, и лук, и, допустим, морковку с бурячком. Тоже, смотря кто, сколько будет ложить. Так, здесь мы уже положили. Маслочком я ещё раз сверху. Ну, я вам говорю, я сначала... Сейчас вот я разговариваю, поэтому я не понимаю, ну как... Не могу сосредоточиться. А вообще я первый слой лук, мелко нарезанного лука, обязательно вручную нарезанного, вот, ложу. Потом я маску селёдку. Ну, обязательно селёдка должна быть свежая и малосолёная, вкусная. Так, может быть, сделать мне... Так я вот подумала. Может, сделать мне несколько таких видео, рубрику такую сделать. Несколько неизвестных фактов обо мне. Вот первый неизвестный факт. Даже, может быть, это не только обо мне, а о нашей семье. Как мы тяжело работали. Я же говорю, после этого много лет, ни один, ни два, ни три. Много лет было нужно для того, чтобы мы начали понимать, что мы высыпаемся. Это большая награда, когда вы пишете в своих комментариях, допустим, у нас с Тамарой приготовили какой-то рецепт, а вы пишете, спасибо, Тамара, Люба, что вы приготовили. Я попробовала, оказалось вкусно. А вот, там, Танечка, спасибо большое за рецепт. И это очень большое признание. И когда вы пишете в комментариях, что, а добавьте вот это, вот это, и ещё какой-то даёте совет, что вот это, вот это, и это будет вкусно. И мы пробуем, и это... Вот мне это очень нравится, когда вы ведёте со мной диалог в комментариях. И я читаю все ваши комментарии, даже... Ну, бывает так, что потом они куда-то уходят, когда вы мне пишете позже. Я вижу только самые последние комментарии. Но всё равно я стараюсь считать. И вам огромное спасибо. Вам огромное спасибо за поддержку. И вместе с вами будем делать жизнь нашу качественнее и лучше. Вот уже приготовила всю шубу. Получилось 4 судочка и 1 тарелочка. Занимаемся красотой. Ногти. Людочка приехала к нам делать ногти. Да, готовься. Тамара, привет! Привет! Покажи свою причесочку. Посмотрите, новогодняя прическа у Тамары. Готовится к Новому году. Да. Мне Яночка предложила, что давайте сделаем вас разноцветной. К Новому году, да? Я, правда, немножко посопротивлялась. Но... Я говорю... Да. Ну что, приобрела немножко такой... Вульгарно-романтический флёр. Ёлочный цвет. Только не к нашей ёлке. К нашей ёлке надо было ещё беленькую сделать. Беленькую. Так что я подумала, подумала... Надо же меняться иногда. Не будет же всё в одной паре. Вот с такими блёстками, но не розовые были, поделись. Блин, а вот такие я не взяла. Не взяла? Вот этот. Ну давай, вот эти тоже неплохо, да. Вот это давай, хорошо. Сегодня хозяечка Люба печётся у меня сегодня. Посмотрите, что у меня сегодня печётся. Делаю снежки из бумаги. Что-то припеклись они у меня сегодня. Надо подсушивать. Я делаю, знаете, из чего? Из картона, где яйца складывают в такую коробочку. То есть такой картонный в блендере. Намочила, в блендере прокрутила. И вот так сделала такие шарики. Вот они у меня подпеклись. Так, обратно ставлю сушиться. А потом покрашу их белой акриловой краской. Будут такие снежки у меня. Сегодня к нам в гости Людочка пришла. Всем привет! С праздником всех, кто празднует сегодня. Рождество. Да. Красивый праздник. Я отлюблю. Новый год, Рождество. Это как-то сказка. Ну, правда, Рождество мы отмечаем с 7 числа. Но я всё равно. Всё Рождество прекрасно. У меня вот мечта поехать, знаете, куда? На Рождество именно с 20-х или с каких-то в Европу. Вот, допустим, в Германию. Да, и мы. Блин, на стоп. Даже мы в этом году хотели. Красиво, там классно. Я смотрела несколько ютуберов, они ездили. Там так классно, всё так интересно, всё так красиво. Прям новогоднее-новогоднее. Мне очень понравилось. Там есть один прикол. Всё, когда покупаешь линтвейн, шоколад или ещё что-то. Там кружечки у всех разные. Ты выбираешь у того, у кого больше нравится кружечка, доплатишь денечку и вместе с кружечкой уходишь. И тебе остаётся воспоминание не только, но просто как сувенир купил кружку. Но ещё из него и попил, и как оставил себя как сувенир. Ну, интересная идея. Мне так она понравилась. Прям засела в душ, и я теперь хочу купить кружечку. Но не просто как сувенирную, а именно с какой-то ярмой. А ты с нами в Вене не была, когда мы кружечку кофе нам давали? А я не помню. С кофе. Ты была в Бельгии с нами? Да. Не в Бельгии, а в Вене, в Вене, в Вене. А в Вене уже не было. Это когда мы в Италии ездили, я не была. А, понятно. Поэтому для меня это было так прикольно. Я тоже так хочу. Но мы с вами ходили, выбирали именно такую кружечку, которая нравится. Ну, очень классная идея. И вот мне нравится вот это сейчас самое такое чувство, такое это, когда всё такое рождественское. Сегодня ещё так заметает, прям как настоящая зима, прям вообще ужасно сильно заметает. Но и при этом очень красиво. Я вчера ездила в Ашан тоже и шла домой. И знаете, как я люблю, когда столб улица фонарик, а где-ка улица. И вот это когда фонарь. И сейчас делают фонари такие более яркие. А старые такие фонарики, они такие с тёплого света, такие тёпленькие они. И оно так красиво. А ты идёшь, фонарь, и оно так красиво хлопьями падает. И не холодно. Я уже... Вчера такой день был. Я вчера снимала видео тоже. Да, да, да. В то время видели. Вот именно я шла, и мне было и тепло, что странно. И снег красивый, и ты идёшь, и прям наслаждаешься погодой. И никакая не слякоть, и не гололёд. Всё идёшь, всё спокойно. И так классно хрустит снег. Так... Да. Очень главное. Мне так понравилась вчера погода. А сегодня, конечно, я вышла. Холодрыга, метель. Я еле домофон открыла. Пока до вас дошла. Думала, унесёт. Дрянно, я стояла и думала, вот сейчас точно полечу. Хорошо, хоть сумки были тяжёлые. У меня уже сегодня второй день с приключениями. Вчера было свои приключения, сегодня свои. Ехала сегодня на такси, так как у меня нужно было завести сюда кое-какие вещи. Вот. И обычно люблю, конечно, ходить пешком. Особенно в зимнюю пору. Когда выходишь у нас из метро, в Ждомирском, выходишь, и получается с левой стороны там есть очень красивое здание. И его каждый год всегда так классно украшают. Я не знаю, вроде всё так просто. Ничего прям такого сверхъестественного там, конечно, нет. Но огоньки эти прям настолько поднимают настроение новогоднее, рождественское. И ты идёшь, и оно прям сказка. Прям всё красивое. Снег падает. Фонари светлым, тёплым светом светят. И ты такой идёшь по этому хрустящему снегу. Правда, иногда не очень, когда на снег падает с деревьев. Но ничего, эти моменты тоже прикольные, когда сыпет так всё красиво. И ты идёшь. Я очень люблю эти моменты. И именно ходить тут холодно, конечно, бывает. Сегодня тяжело было идти. Но всё равно оно того стоит. Вот. А сегодня я решила, ну, нужно было мне на такси. В основном Олежка заказывает такси. Я редко когда это делаю. И сегодня моё предложение, с которым я всегда заказываю, почему-то не сработало. Вызывало какое-то другое. Пришлось вызывать другого. Вызывала. Смотрю по времени. Так, через минуту, там, ну, через три минуты. Думаю, надо одеваться. Я оделась. Вышла с сумками. Вылезла. Еле-еле открыла домофон. Выхожу. Ветер. Я в шоке. Холодно. А я ещё без шоки. Думаю, что там прыгнул в такси. Выпрыгнул там. Зашёл, вышел, всё. Так замёрзло. Такой ветруган был. Ужас. Смотрю. А мне пишут. Отмена такси. Думаю, чудесно. Хороший день сегодня начался. Ладно. Зашла обратно. Тётенька выбегает. Говорит. Вы что-то забыли, консьержка? Я говорю, нет. Говорю, просто у меня такси как-то само взяло и отменилось. Хорошо. Вызвала второе. Жду. Приходшего. Вот уже почти на месте. И потом, хоп. Отмена такси. Думаю, понятно. Ладно. Смотрю, третий вызываю. Смотрю, уже типа подъезжается. Уже постояла, подождала. Вижу, что он уже подъехал и ждёт. Ну, значит, беру все сумки. Выталкиваюсь опять. Бываливаюсь на улицу. В этот холод. Смотрю, нету. Не поняла. Смотрю, туда-сюда. Никого нету. Так, обратно засовываю. С этими кульками. Я просто боялась, что у меня сейчас все это, как кульки разорвутся, как всё попадает. Как я буду всё обратно собирать, не представляю. Это ты нам подарки к Новому году привезла? Уже Дед Мороз к Новому году на подарки? Да. Ну, мы будем ждать. Я с Нового года готовилась, наверное, с ноября. Мы уже где-то с середины ноября уже половину подарков накупили. Это уже докупали. И уже общий, когда вы едете в Каев, я обычно передаю туда. Мы не едем. Мы в этом году Новый год отмечаем дома. К нам придут друзья. Вот. Так вот, про такси. С третьей попытки я таки туда ворвалась, села и доехала. Хорошо всё довезла. Вот. Будем отмечать дома. А кто где отмечает? Мне вот интересно. Ну, в Кане. Ну, вы в Кане. А ваши подписчики, напишите, кто где, интересно почитать. Потому что очень многие, может, уезжают, у кого традиция есть такая, уезжать на Новый год, там, в Карпаты. Мы хотим в Европу, да? Интересно, а Европа куда едет? Да, да, да. Кстати. Мне кажется, они едут куда-то в тёплые края. Почему-то. Да. А я не... Да, было бы интересно хоть один раз, но мне что-то не хочется. Мне, наоборот, хочется снега, ёлки, волшебство. Да, и новогодние фильмы все. И там пальмы, и это, и ёлка стоит искусственная. Ну, ты так смотришь, ну, жара, тепло, вообще не представляешь себе, как так можно отмечать Новый год, да? Да, да, да. Как? Где Новый год? Где снег? Где это морозы? Где вот это, что-то прочувствовать настоящую зимушку? И тем не менее, люди привыкают. Кто как-то живёт, тот так и привыкает. В Лапландию надо поехать. Это тоже. Деда Мороза. Что-то в последнее время у меня северное сияние хочется увидеть, не знаю. Было у меня желание Бора-Бора, а теперь северное сияние. Второе желание. Значит, на Новый год все будем желать северное сияние. Отмечать Новый год, день рождения на Бора-Бора. Да, самое главное, что все это сбылось. Я уже как-то все тут заговариваю. Желаем всем новогоднего настроения. Всем, у кого его ещё нету, чтобы вы его приобрели. Потому что у меня новогоднее настроение начинается, как только в магазинах начинает украшать новогодними игрушками. В этом году было где-то с середины ноября. У меня уже было новогоднее настроение. Вот, всем, кто не нашел, чтобы нашли. И всем желаю сказки, чтобы все мечты сбывались. Пока-пока. Пока-пока. Люда сделала мне педикюр. Звёздное небо, только правда красное. А Светланка вот такой маникюр сделала. Зайчика с хвостиком. И вот такой вот шарик новогодний. И на второй руке такой же маникюр. Людочка, передавай большой привет Але, Леониду. Спасибо за банки в прошлый раз. Принесли столько всего. Ты, Люба, не показывала? Нет, ещё не показывала. Да и огурцы, и помидоры, и салат какие-то. Столько послали они. Спасибо, спасибо им большое. Передавай. Всё, передавай. Орешки, особый привет передавай. Тоже нашему дорогому Орешечку. Шубу мою, шубу передай. Шубу обязательно. Шубу песцовую передай. Сейчас тягушку сяду в такси. Это как мамка, передай привет. Я говорю, не передам, он останется у меня. Ну, всё, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, покажешься. Давай. Увидимся ещё, наверное, да. Конечно, ещё скоро мы едем в Каня. Жалко, нельзя снимать 18+. Так прикольно. Сейчас Азиз провожать пойдёт Людочку. До такси. Ты же хотела передать привет маме, папе. Мамке, мамке, привет. Всем пока, мамке с папой привет. И всем Каневским привет. И всем, кто меня знает, привет. Да, пока-пока. И всем, кому нужен привет, привет. Всё, пока-пока. Хороший праздник. Скажи мне. Всё, всем спасибо, всем пока. Давай. Азизу дай кулечки. Свои. Азиз, давай помаши то что-то. Люда. Это моё такси, а вы думали, я такси наказала. А вот, а сейчас на город и погнали. Всё. Всё, давай.